Данный видеоролик несет сугубо информативно-туристический характер. Любая другая трактовка неверна. Команда Мистер Гик Роджерс желает вам приятного просмотра. Многие люди представляют себе Северный полюс как самое холодное место на планете. Холодный и необузданный центр вечной мерзлоты. Все, кто так думал до этого момента, недалеки от правды. Хоть на Северном полюсе и очень холодно, но на самом деле на Южном куда холоднее. Здесь ночь длится больше 170 суток и день длится 192 суток. А выйти прогуляться в минус 30 считается легкой прогулкой. Чего? Не, ну вас... Не, ну ты видел? Видел? Мне даже холодно подумать об этом. А ведь находятся люди, которые живут на Северном полюсе месяцами. У микрофона завернувшийся в теплое одеяло Рэй. Всем Гик Роджерс! Поехали! Для тех, кто собирается поехать на Северный полюс, не спешите класть в рюкзак компас. Он навряд ли вам пригодится. Ведь на Северном полюсе стрелка всегда будет указывать на юг. Летом в районе Северного полюса достаточно тепло. Если верить источникам, температура может колебаться от 0 до 5 градусов по Цельсию. Поправьте нас, если реальные цифры отличаются от наших. Человечество упорно пытается покорить Северный полюс. Туристы и экстремалы каждый год, звеня отмороженными ушами, идут к центру Северного полюса. Кому-то удается, а кому-то нет. Мы не хотим отпугнуть вас от такого путешествия своим видео. Напротив, выказываем уважение отважным путешественникам и их научным коллегам. Ведь благодаря таким людям, как Семен Челюскин, Харитон Лаптев, Роберт Пили, Александр Колчак и другим, мир знает, как выглядит полуостров Тамыр, Новосибирские острова, а также мы более подробно изучили землю Франца Иосифа. И это лишь малая часть важных научных и географических открытий. На Северном полюсе живет много интересных животных. Белые медведи, полярные волки, люди с ледяным сердцем, не поставившие лайк этому видео. Белые медведи на Северном полюсе – это отдельный кадр. Вообще, это самый крупный сухопутный хищник на Земле. Известно, что взрослый полярный медведь может преодолевать до 600 километров. Помните советский мультик про медвежонка, который плыл на льдине? Частично это не выдумка авторов. Ведь суровые полярные медведи используют отколовшийся лед в качестве плота. Возможно, когда-нибудь в будущем человечество сможет беспроблемно жить на Северном полюсе. А пока отдадим минуту молчания всем ученым, погибшим во время экспедиции на Северном полюсе. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно посмотрите и другие наши ролики. А с вами был Рэй. Не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok